Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Финикию Сидмер Стивилизейшн 6 Газерин Сторм. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не подключаться в середине просмотра. Ну и напомню, что став спонсором канала, вы увидите все серии сразу, а не одну в день. Приятного продолжения просмотра. А отказываться не вариант, пока что. Ну, учитывая, что я третий по военной мощи, это Леша Первый. Да, Леша Первый. Ну, я не знаю, какая у тебя мощь, но я вот, смотри, у меня мощь 4, ну почти 500. Я приплываю к Инку, у которого мощь 60, к Венгру, у которого мощь 64. Поэтому, как ты понимаешь... Ну, Венгар, я тебе могу такую предложить сделку. Мы можем просто объединиться против Перса. Мне так, города Перса не нужны, но я могу у него высадиться, он там очень самоуверенно себя чувствует. Мне плыть до него, так как я карфаген, я не трачу на высадку и это, мне плыть до него два хода. Юнитами наземными. Я высажусь её с одной стороны, ты с другой стороны нападёшь. Могу тебе помочь распилить Перса. Как тебе такой вариант? На твои деньги, между прочим, которые ты мне... Потом перенести в столицу и распилить тебя. Конечно, говорю, города Перса берёт Венгар. А я предлагаю просто мир. Первый союз, научный союз. Я предлагаю торговый, ненадёжный тыл. Не, да распил Перса, конечно, хорошие идеи. Ты предлагаешь тылу человеку, который обгоняет по военной мощи второе место примерно в два с половиной раза. Ну, в два-двадцать пять. Не, я думаю, что он мир предлагает Венгру, а не мне. Со мной это мир Перс, я тебе сказал, дань, платишь и миримся. Но ты ж не хочешь, поэтому... Да, я не хочу. Поэтому я подбиваю Венгра на войну с тобой. А ему это выгодно будет. Нет, не выгодно. Как это не выгодно? Он все твои города заберёт. Ооо, нет. Будет сложно, во-первых, забрать. Раз, очень неудобная местность. Во-вторых, ты просто пришлёшь в войска, немножко пограбишь, скажем так, и всё. Будешь развиваться, там спокойно. У Венгра ещё... Не, я понимаю, но у Венгра будет пограблена знатно очень земля, и мы оба опустимся. А ты поднимешься. Как я поднимусь? А, так я поднимусь. Ой, да не говори. Поднимешься, конечно. Просто прошлёшь пару войск и всё. Типа, типа помощь. А сам будешь развиваться. Я знаю, знаю, о чём я говорю. Так развиваюсь, потому что я уже построил войска. Я больше не буду войск строить, у меня достаточно. Но те, что у меня есть, а у меня есть восемь наземных войск для того, чтобы наёмников ускорить как раз, они вполне придут тебе мешать. Ой, давай, приходи. Не, ну это только если Венгр захочет. Я, я как бы к войне до... А то приплыл, начинаешь, типа, унижать всех. Нормальная практика. По чекуток я тебе кинул предложение, принимай. О, у тебя ещё извержение вулкана, зря ты так город поставил. Блин, чё там беременную в плен взяли? А мы же не можем правого подхода сделать. Ну... И сразу дружбу. Так. Что, может всё-таки кампус построить здесь, или форусский маяк? Или колосс, колосс. Колосс. Давайте колосс вырубим здесь. В общем, я и не дождался наводнения в городе, где я поставил, поставил Берсей, иначе в район не достаивать. Что за четвёрка не... Тут надо промышленную... А где вообще находится у нас Алексей, примерно? Я так понял, раз у него два охота, от Перса... Довольно близко. Ну и мне так. Так, ну значит от Перса справа выше, скорее всего. А вот... Прямо выше Перса находится у нас Англия. Так, пошли арму захватывать. Ну как-то так. Так, мне нужен ещё один поселенец, видимо, где-то тут поставить, и арму захватить. Три, четыре, пять, шесть. Арма седьмой будет. Ну это восьмой город. Ну, не знаю, можно, конечно, ещё тут поставить город. Девять. Ну всё, судя по той территории, которую я вижу, это всё. Ну и, конечно, судя по всему, больше всего Англии не повезло с местом старта. Это, конечно, трындец просто. Несмотря на все геотермальные источники... У вас куча места по сравнению с Англией. Так. Давайте подумаем, может Магнуса куда-то назначить, чтобы... вырубку сделать. Да некуда. Блин. Так, а что на север? На севере всё уже. Конец карты. Так, получается, здесь проплыв-то в одну клеточку, да? У тебя создалось петель и фланг. Так, давайте здесь поставим на содержание юнитов. А здесь на... Нет, я просто смотрю... Первое, что у нас у нас уничтожили по чудесам. В геополитике, так скажем. Потому что у нас есть два нехороших человека, которые угадали с нациями. Да, это у нас Англия и Алексей. Алексей явно пошёл... в морские юниты. Значит, что ему сейчас надо будет кого-то захватывать в любом случае. Ну, он этим и займётся. Ты не знаешь, какая-нибудь святоя чума захватывает? Он приехал, пограбил и уехал. Ну, это... Как бы... Ну, это полумеры. Если он устроил кучу войск, он его пользует. Да нет, ну какие это полумеры. Слушай, я тут... Сколько раз ты там помогал, как только открываются стены, ну, эти городские укрепления. Проще убивать войну, разграбить полностью весь город и уехать, не трогая город. Ну, это с компом. А сейчас он апнется. Он сейчас пособирает золото, апнется в итоге во что-нибудь типа каравелла. Он апнется в каравеллу и ещё раз в свадку пособирает золото. Ну, их нет. Нет, нет. Он уже будет захватывать. Нет, нет. Это стопроцентно будет. Как видите, мне по... Они там обсуждают, не видя карты. Захватывать он будет. Мне реально. Мне только захватывать, если удобно, только англичанина, но... О чём мы спорим? Давайте, Олюш, спросим. Лёша, ты что, захватываешь или дальше? Да, Алексей, он будет захватывать или просто грабить? Нет, я буду просто сидеть развиваться, ничего не делать. Ну, значит, просто грабить. Потому что... Да, ну, конечно, единственное... Зачем мы просто грабить, если он может захватывать и иметь с этого намного... Зачем он захватывается? У него, допустим, там ставится 80 городов, он сажает там губернаторов, качает их на 3+, держит счастье 3+, и как бы улетает в космос спокойно, да, да, до 185-го хода, и сколько он нагрят? Потому что 5-5, да? Да неужели? Потом получает кучу ядерок от всех, и всё. Как он получает кучу ядерок, если у него есть слот? Ты вообще в Gathering Storm ядерки строил? Я строил, я не говорю, в городах хотя бы строился. Там ядерка 10 урана требует. Ну, у нас сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можно купить, если кто-то тебе продаст. А ещё шанс, что может быть вообще хреново с ураном. Давайте орошение откроем. Значит, наверное... Блин, нафига мне образование с другой стороны? Ну что, в картографию давайте. А что там Counterforce этот ускоряет? Чудо света античности? Ну вот надо колосс построить. Конечно. Вот, кстати, сколько я играл после обновы, в кайтл всегда жопа с артистическими ресурсами, на самом деле. То есть я мог играть за Францию и не иметь на своей территории там 8 городов в селитре. Вообще никакой. В парте у нас 3 играл, но было городов 10. У него не было ни селитры, ни угля, ни урана. Вообще ничего нет. Слушайте, ну у меня ощущение, что это все-таки не архипелаги. Мне все-таки кажется, что это либо фрактал какой-то, ну потому что... Ну, вы же видите, вы тут в соседях там. Это, скорее всего, архипелага. Там есть такой вариант. Там есть архипелаги и просто архипелаг. Это он, скорее всего, не есть. Нет, я на острове. Англия тоже на острове. Канада на острове. Это много застов для архипелага. Англия, а тебе далеко до союзов? Алексей, мне близко приходят. Где тебя найти? Так, ну, не знаю. Надо Магнуса. Блин. Похоже, надо в тир Магнуса назначать. А из тира Пингалу, наверное, в Беруту пересаживать. К сожалению. Кхм. Так, сейчас я подведу. Апаем и будем арму атаковать. Хотя, может, уже апнуть. Задание выполнил. Да, не успеваю я походить. Не успеваю. Ну, я вот, Кордезас, вижу твою территорию. Я играл вчера. Мне с Мали повезло больше. У меня там куча пустыни было. Я, например, поставил столицу, которая давала шесть, сразу шесть еды и шесть веры. Шесть еды и шесть веры. Ну, у меня есть плюс четыре. Но, честно говоря... Ну, и там еще такие города. Но это все равно, как бы, капля в море. Оно не компенсирует производство, по моему мнению. Не знаю. Ну, штраф у них, конечно, очень сильный. Да, ты ставишь шахту, и тебе не дают производство. Тебе дают четыре денег просто. У них минус тридцать производство на все дополнительно идет. Штраф. Ну, не на все. Ой, блин. Немножко... Затупил тут... С юнитами. Перс, у тебя вообще выходы к морю есть? Рейну повышу. Есть. Нормальные? Да. Хорошо. Так, из Берута бегает, из Лептис Магна не бегает. Так, нам надо еще кого-нибудь. Распил Алексея, не нет. Распил Алексея? Нет, не распил, а защита от агрессора. Еще кого-нибудь. Ну вот, распил Алексея. Не от агрессора, а от пиратов. Тоже самое. Ну, не скажи. Пираты просто... Почему выйти венгер со мной не объединиться против Перса? Потому что, мне кажется, на этом все не закончится. А почему раненый? А, вон чувак бегает. Блин. Это он там неудачно бегает. Нельзя караванчик отправить. Так, этого мы парня... А, нельзя здесь оставить город, к сожалению. Ну, а на последний тут, не знаю, только куда лучше. Наверное, здесь. О, махенш-даро хочет. Караван проложим. Так, вообще, мне тут надо поменять карточки. Надо что-то... Прошлым ходом это надо было сделать? Я не успел. Давайте мистицизм откроем. Или мне куда-то... Вот мне в Вавилон надо. Стоп. Тогда пока... Нет. Пока продолжим... Код службы открывать. Так, сюда англичанин решил города поставить в тундру. Так, тут отложим контрфорс. Здесь поселение засделан. Так, ну тут он не должен, походу... Ага. Убился облучника. Лучник сейчас лечится, будет стоять. Этот к городу подходит. Этот тоже. Пойдем апнем в мечника. Ну, а я... Не, ну, я его как этот использую. Как исследователя. Ага, и тут не проплыть. И тут проплыв в одну клетку, действительно, через англичанина, если в ту сторону плыть. Ну, тут куча у людей места для расселения. Я не знаю, что они там возмущаются. Хотя у Англии там тоже, вроде как, есть куда поселиться. Хотя отправим сюда этого флотоводца. Так. Что в городе? Рост. Тут магнус появляется. Надо... Надо... Все-таки вот вырубить это все. Следующим... Ходом у нас золотой век. Мы будем покупать за веру строителей, поэтому... Мавзолей в Геликар... Не получится. Форусский маяк, давайте. Потому что тут я хочу коммерческий район поставить. Здесь давайте пирамиды. Ну, что, надеюсь. Если Петру в Лептис Магния построю, то хороший город будет. А Акка вообще не растет. Черепашек купим. Восемь ходов. И так, а так десять. Нет, давайте восемь. Висячие сады кто-то построил. Ну, такое интересное. Интересная мне игра получается. Немножко. Блин, мне, короче, нужна катапульта. Ну, как все красиво вышли в героический век. Давайте мы здесь купим катапульту. Здесь, потому что лучше всего подходить. Раз, ход, два. Тут встали и обстреляли. Или таран вообще слушать. А у нас пропускать можно или нельзя? Нельзя, давайте не будем пропускать, да. Нельзя, да? Я пропустил. Ну, и мне от стойка какой-то попался. Ну, ладно, хорошо, не будем пропускать. Мне просто сказали, без вообще, без всего. Ну, я забыл, да. Это все-таки лучше. Я просто помню, что мы потеряем по пункту, в принципе. Ну, прошу прощения. Кто взял, давайте денег дам. Ну, и в нангодолу. Кто я? Пиас. Теперь можно и поменять карточку. Ну, и компенсацию. Мистицизм, потом дальше год службы. Англичане, так сколько у тебя до союзов? А чего? А. Чего, наверное, открою осадную башню и уже ее подведу. Будем арму так брать. Пятнадцать ходов до союзов. Долго. Эксель, четырнезапно собрал, без правил, пашку и взял зеленый, понятно? Не понял вопрос. Ну, обычно ты без правил, играешь в ФФА, которые за имбанации, а карфаген вроде не похож. Ну, потому что я за другие у меня уже есть видео. Я пока еще за Дидона не играл в Газеринг Сторм. Блин, да мне все это нафиг надо, честно говоря. Давайте против Перса проголосуем. Канадин, давай у меня все предложения, ты не будешь за культурным захватом его сновать. Так, у тебя там все равно не построится. Мне, кстати, не нравится этот мировой конгресс, что тут никто не может предлагать... То есть, они рандомом выбираются, эти предложения просто. И вот мне, например, оба эти предложения вообще пофигу абсолютно. Как бы на твоей территории я все равно не расширюсь. Ну, я не хочу алмазы потерять, понимаешь? Это хорошая клетка, 4 промки, 3 золота. Ну, смотри, там вот... Единственное, где я могу построить, там железо. Не, ну, а, Гавань ты уже поставил. Ну, все, я вот, прекрасно. Я же на железе не могу построить. Новые районы построить, этим игроком осуществляет какой-то незаклад. Ну, вот я как чувствовал, Канадин? Так я говорю, вот смотри, единственное, где я могу построить. Я вот-то вот слева от железа. Прошли предложения. Окей, построю там. Это на одну клетку захват. Ничего не изменится для тебя. Слева от железа, вода. Это маклопарк хочешь? Да нет. Я промышленная зона, допустим. Между железом и лозом. А, нет, ну ты там воду захватишь. В воду, пожалуйста. Дружбом. А на железе самом? Ну, на стратегических нельзя же строить. А так я для себя, чтобы... На том острове бы быстрее расшириться. Так, покупаем строителей. Дальше как у нас тут поселенец плывет. Хорошо, красиво плывет. Брасом практически. Откуда у нас бегают Сидон, Карфаген... О, из Тирани бегают. Кстати, непорядок. Так, пока стоим в защите. Ждем тарана. О, боже. Всех повстречал. Куда я не бегу, там везде уже Канада. А я как раз Канаду еще не встретил. Как же это хорошо. Как же это радует. Кстати, Канаде... Не похоже на Архипелаги все-таки. Карты... Да, тут много моря, но... В пасаргадах засуха. Да. Так, начинаем заниматься вырубкой лесов. И я должен был в Counter Force открыть. Отлично. Поехали в картографию. Вот это с маяком не повезло. У меня в этот ход достроился. А кто в итоге урвал маяк? Ну, кто? Да, иди на Леша. Почему-то я не снимал. Так, что мы тут построим? Может, все-таки мы взяли в Геликарнасе? Блин, ну... Коммерческую зону не хочется терять. Так, Ападана. Ну и тут все холмы. Холмы тоже не хочется терять. Хотя мы взяли где-нибудь в другом месте тогда. Можно стены построить. У нас же есть тут ускорение для стен? Есть. Так, в Сидоне постоянно покупаем строителей, потому что тут Лян сидит. Так, город основываем. Строим момент. Аликсиду, там далеко я хотел бы с тобой торговать немножко. Не, я далеко отлетел. Ну, хотя... Ну, плыви вверх, может, найдешь. Мне кажется, далековато. Вот это, конечно, это, что я к армии не подвел. Аликсиду. Ой-ой-ой. Сейчас убьют мне этого мечника, блин. Теряю юниты на ровном месте. Она не хочет, чтобы пать на собак, что-нибудь еще с моих камнями. Так, из Библа в Лондон давайте. Так, здесь, пожалуй, черепах надо пообрабатывать. У меня дурные... Просто табак у меня от великого торговца есть. Я янтарь вот... Треблей попослал к тебе, но в случае, если ты не пьешь другу. Я твой янтарь вот чтю, потому что... Ну, табак я получил от торговца. Так, мне тут еще надо... О, Колизей. Не, ну Колизей тут не всунешь. Хорошо. И, конечно, центр коммерции надо для этого... Жителей. Так. Это будет... Ладно, пока собираем ресурсы. Черепахер у тебя один, так? Все время забываю первого посла этого... Ну, вообще, таймер просто очень... Ну, пока... Много? Не, ну у меня одни от... Суровый. Антиохи. И одни я обрабатываю. А, ну ладно, у меня два янтаря есть. О, все, встали. А, ну еще одни вот. Центр коммерции. Собрал дурных. Ну, если не считать город и государство, то... Формирует флот, надо возвращать. Этого надо возвращать. А торговый в Голландии? Века. Ну да, мне мы прераст стараться. Нормальный центр коммерции, плюс пять. Ну, мне, конечно, надо что-то... Хотя, пока наука есть. И без центров коммерции нормально. Работаем. У меня даже больше всех науки, оказывается. Вот если без кампусов, как сказать. И без кампусов нормально работаю. Пирамиды построены. Отлично. Фу, выжили мои мечники, но... Я не могу подвести... О. Давайте так сделаем. Твою мать. Ну-ка. Что ты так через жопу-то? Долбанная арма. Ну, что ты делать будешь? Ну, я не хочу покупать. Так, что мы тут строим? Рынок, наверное, пока не надо. А Падану только рядом с центром города, но я не хочу на холмах. Джибель-Баркал, Мавзолей в Геликарнасе. Он с гаванью. Ну и здесь, Мавзолей в Геликарнасе, тут на холме может только быть, да? Блин. О, я могу в Беруте. Во. Здесь его подстроим. Отлично. И только... Еда уменьшается. приходится всадника строить я не знаю как подобраться сюда я убрал осадную башню потому что они захватят ее все через жопу убили убили мне эту минуту как арма каждый ход херачит этих всадников долбаных просто трындец еще и расположена через жопу сюда везти трачу производство вот на получается на юниты давайте еще всадника а наемников я ускорил этого еще нет до сих пор раз два три четыре пять шесть семь но вот этот садник будет ускорен так но здесь блин черепаху обработаю не хочу обрабатывать всех коробку что их вырубать надо будет потом да будет все равно наемники не уже через три хода так следующим ходом петра все пустынные клетки лептис магний отдадим перца ты вышел в союза до давно хорошо я буду переначал столицу союз ну вообще сейчас железо а не думаю что нужный ресурс 6 ходов так какие-то у нас на перемещение алексея по границам алексей двое двое ну хочешь начать столица поменялось нет перемещение вдоль моих берегов боже боже паника паника а ты мне запрети нет ну зачем тебе запрещать просто хочу узнать смысле зачем чтобы весь стандарт и как бы принимая прячешь себя в жертву правильно говорят приноси в жертву все лучше деньгами нет лучше войсками отлично петра вау как она тут хорошая посмотрю как от всех убил как кто-то принесет себя в жертву да подожди это был мой план семьдесят одна наука культура культуру я вообще они вон у перца дофига еще культура так меняем на два стоп не встретил ли я кого-то внезапно еще нужного к хоккею конечно вот она вот теперь меняем издавление производства производства чудес так чудес по моему можно снимать уже содержание юнитов строители бонус от кампуса давайте плюс два золота от торговых путей так 50 75 50 меняем так делаем обрабатываем ну и сейчас лептис магна улетит просто просто в космос так давайте центр коммерции там сразу в очереди пока нету жителей достаточно ну гавань сразу потом учились поставим ну может здесь не хочу я джебил баркал давайте фермы поставим здесь наверное три фермы вот хотят здесь первый кампус там у меня юниты не похожи на меня уже давно каравеллы можно апать а я все мне вообще-то в наемники надо выйти для каравелл мне нужен еще один юнит для того чтобы наемники ускорить так феодализм открыли что у нас появилось новые строители два действия во это то что надо да кому шоколадки нужны были наконец-то доперли мы ну что еще раз я говорю было бы хорошо хорошо так венгер какой союз будет надо подумать думай и присылай в смысле кого грабить венгра венгра можешь грабить алексей мрамор венгер снизу от тебя да и удавая военный союз тут или на ощупь ну он нет перс как бы снизу от тебя справа а венгер снизу от тебя слева ты как-то избирательно исследовал венгер снизу от тебя не венгер 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 англичанин а ты кстати дружбу-то будешь принимать нет и когда у тебя союзы наконец нет так ну блин это как-то захватывать эту долбаную арму наемники постоянно не ускоряются раз два три 4 5 6 7 то есть этот наземным не считается юнитом до хреново ну давайте купим еще кого всадника ускорились наемник еще какая-то ггшка кстати хотела пророк военная инженерия божественное право гильдии торговец смысле 10к удержу 10 тысяч денег фигасе это мне венгар богатый мне кажется просто замечание на запросы а просто отвечаем губа не дура да вот это я за тебя беспокоюсь ты еще не вышел в союза у тебя уже по поможет слипнуться от твоих запросов и с кем тогда союзится я в союзах как нам с тобой союзится ну давай кстати почему нет хорошая идея так так и думал чтобы венгра прессовать давай военный союз кидай предложение можно по словам один ход инк как насчет второго раунда дани через пару ходов можно ну вот как раз через пару ходов каравелла не подплыву алексей если готов сахар поменять на янтарь мрамор в смысле один ресурс на 3 или 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 союз или не услышал да кущусь это хрень нифига не работает честно говоря блин надо наемников дождаться варма уже 44 какие так долго колупаю самому непонятно финики а почему у тебя нет ни одного кампуса алексей зачем ты видишь чтобы у меня по науке какие-то проблемы были ну вот я как бы интересуюсь поэтому как так героический век соседство гавани с коммерческими зонами дает науку столько же сколько и золото то есть закончится героический век закончится и к такое такое такая наука так еще и наемников хотел поставить точно продвинутую армию точнее эмм перц да у тебя войска на севере есть а есть я сейчас англичанину покажу пик уточеную а да вот я попросить так что он будет приятный у тебя так но этого финистокла уже можно использовать он больше не работает так рыбку давайте обработаем обработаем мне бы еще где-то окланд найтись он есть на карте конечно нидерланды женево оккупультуру тебя вообще не но так пока поддерживали всего один кампус чтобы прям строить тут так вокруг вокруг правительственной площади нету смысла что-либо делать так инк ну чё время да не чё давай нападай а ты подготовился да а то опять будет типа это ну и они в этот раз до конца если буду проигрывать ну тебя не смущает что у тебя самая низкая мощь до сих пор я надеюсь на стенки неадекватно не знаю как на этом этапе игры но укрепление это прям средневековые они достаточно хорошо держат ладно проверим так когда там у нас флотоводец но если можно через восемь ходов я там союз тоже предложил там с ресурсами курды заснут имеет чуть-чуть там денежек отсыпешь стоком ну соточку опять давай я предложил уже беда в том что черепахи у меня к сожалению ну предложи сам слушай отправил инк сделку проверю античности сереговья королева с возрождения поэтому этот парень эти в беруту перебросим вдруг будет внезапно отваливаться успел эту арму колупаю хрен знает сколько уже так надо захватывать все заканчивать эти сюси муси венгер я не по почему ты идешь в дружбу с персами с того чтобы дружить с морскими нациями да да союз конечно культурный давай я предложу так здесь картон строим потому что алексей потому что мне не выгодно дружить с морскими нациями тебе выгодно дружить морскими нациями потому что вы просто придем и сейчас тебе все эти три города дебры цен буду и миш кольца сломаем а ты сделать ничего не можешь нет прими грани и я к тебе зайду караван опущу это кто нет дело в том что алексей выгодно краткосрочной перспективе да а как бы в дальней совершенно не выгодно потому что пока я буду дружить с одной из морских наций вы будете захватывать весь остальной мир в итоге я все равно проиграл и ты ты же не видишь карту даже ну я примерно представляю себе карту архипелаги очень много городов на им берегу ими вот поэтому лучше веселее чем грустнее лучше веселее чем нас не просто скорее всего не захотел на пипу точеную мою попасть а что выбрал немножко другое блин тут такой красивый смерч справа от перса и у меня меня в нем этот плывет как его караван сквозь что нам кажется пофигу на старая вообще на кофе года перса все пошло сейчас там те поломает так перс вот этот великий полководец в общем нападаю до убиваю чтобы тут не плавал согласен как бы все равно обратно верхнюю вернется плаваясь ты зачем тут так на всякий слой когда мне там нормально все где-то на венграх находится инка перед на инка собираешься относительно венгры я бы лучше сказал что относительно тебя инк находится слева уж относительно венгра поверь тебе да инка ближе чем венгру так средневековые ярмарки театральные площади жилью бонус соседства кампуса нет этого ничего не хочу вообще я вообще куда не бы торговую республику давайте торговую республику сначала потом уже дипломатическую службу мастерская здесь библиотека тут виктора назначим влить в лептис магнум как раз чтобы она росла из седона бегает из тира бегает из карфагена бегает из акко не бегает изберут и не изберут и вот сейчас мы отправим так этого значит в акку так все лечимся на этом пока все продолжение партии за финики спонсоры могут уже сейчас посмотреть а все остальные увидят завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока пока